В станице Северской приступили к капитальному ремонту артезианской скважины водозабора под номером 9. Благодаря участию в краевой программе недавно отремонтировали еще две скважины, однако проведя все сопутствующие мероприятия, запустили пока только одну под номером 3. Поступающая в резервуары водоканала вода позволит обеспечить нормальное водоснабжение станицы. Также мы по этой программе в Азовском сельском поселении пробурили скважину. На следующий год мы также подаемся в программу по бурению скважин по капитальному ремонту. Это Северская, три скважины уже проекты готовы, прошли экспертизу, заявки поданы в Минтек. И одна скважина по Азовскому водозабору. Я уверен, что мы в следующем году сможем переломить ситуацию с напряженным водоснабжением населения, и люди в следующем году у нас уже будут полноценно пользоваться водой. В поселениях муниципалитета продолжаются работы по замене старых водопроводных сетей. Планомерно меняются они с 2016 года, и за 7 лет заменено более 200 километров. Общая протяженность сетей водопроводных труб в Северском районе порядка 633 километров. Необходимо нам еще заменить порядка 38%. Эту работу мы ведем ежегодно, по 5% меняем. Каждый глава поселения отчитывается мне на планерном совещании о ходе выполнения работ по замене водопроводных сетей. Водопроводные трубы изготовлены из металла, стальные трубы. Им порядка 50 лет, некоторым чуть больше, чуть меньше. Но в среднем срок их уже в два раза как истек эксплуатации. Меняем мы трубы на пластиковые. Срок службы пластиковых труб более 50 лет. В настоящее время работы по замене водопроводных сетей ведутся в станицах Северской и Новодмитриевской. В остальных поселениях план на текущий год выполнен. На улице Киевская и районного центра, где в общей сложности заменили трубы на протяжении 600 метров, уже заканчивают подключение абонентов в рамках 5%. В этом году трубы здесь заменят и на улице Худыны. Редактор субтитров А.Семкин